Давление не повышает? 100 литров на 70. Как вообще самочувствие? Отлично. Какие-то препараты поставят? Понимаете? Нет. Настройка как? Отлично? Да. Медобследование – обязательная процедура. Перед тем, как сесть за руль, её ежедневно проходят все водители общественного транспорта, и конкурс тому не исключение. Наоборот, волнение может сказаться на показателях давления, а это уже не допуск к состязаниям. Первое испытание – теоретическая часть, в которой водители отвечали на вопросы по знаниям правил дорожного движения и истории транспорта. Уже тут часть конкурсантов отсеивается, а всё потому, что к практической части могут приступить только лучшие из лучших. Водители стремятся приехать сюда. Они целый год, не то чтобы себя хорошо ведут, тут, наверное, всё-таки стараются не иметь никаких нареканий, иметь положительные отзывы как от руководителей, так и от пассажиров. И, соответственно, после этого их отбирают, и самый лучший из лучших приезжает сюда. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это в определённой степени поощрение для водителей, которые приезжают на эти соревнования. Но сладким это поощрение трудно назвать. Понервничать водителям всё же пришлось. Причина – плохая погода. А это мокрая трасса и возможные проблемы при манёврах. К тому же в упражнения были внесены некоторые изменения. Мы сузили габаритные рамки некоторых упражнений, что заставит автобус, в буквальном смысле, парковать в несколько сантиметров. Что очень важно именно в городских условиях плотного потока, особенно курортного города Сочи. Я уже не беру крупные города. Соревнования хоть и проводятся на трассе, принимающие королевские гонки, но полихачить водители не могут. Все упражнения проходят только на так называемой стартовой площадке. И скорость здесь не на первом месте. В практической части у водителей было несколько испытаний, в которых необходима чёткость маневрирования за минимальное количество времени. Это проезд змейкой, параллельная парковка и заезд в гараж. В некоторых упражнениях в салонах находилась вот такая ёмкость с водой. Здесь обозначен уровень воды. И задача водителя – постараться расплескать её как можно меньше, иначе он получит штраф минус 5 секунд. Проехать так, чтобы вода вообще не пролилась, невозможно, поскольку, чтобы стать победителем, нужно быть быстрее и точнее остальных. Но и в этом есть свои нюансы. Самое интересное в этих соревнованиях, что ты приходишь, не знаешь, за руль какого автомобиля посадят тебя. И надо будет быстро сориентироваться, что куда, чего и как ехать, габаритам, ну, всему остальному. Владимир представляет Сочи на этих соревнованиях не в первый раз. В прошлом году он уверенно держался в лидерах, но выиграть не смог. А всё потому, что в итоге подсчитываются результаты всех упражнений. Водителям автобусов малых и средних габаритов, помимо основных, нужно пройти эстафету. А в больших рейсовых автобусах на скорость укладывают багаж. Все эти опции – показатель водительского мастерства, а значит, и безопасности пассажиров.